Хотелось бы в этой короткой хутбе напомнить нам о той мольбе дуа, которая приводится в Куране, в сурате Шу'ара, «Аля лисани Ибрахим» на устах Ибрахима, алейхиссалям. И когда человек произносит эту дуа, я хотел бы, чтобы мы каждый из вас выучили эту короткую дуа и произносили. И когда произносили, чувствовали, что мы хотим получить в этот момент от Всевышнего Аллаха, ведь это дуа, дуа пророков, дуа посланников. Эти люди, которые Аллах поставил на прямой путь, следуйте их пути. «О, Аллах! О, Всевышний, не опозорь меня в день суда!» «Не опозорь меня в день суда!» Человек не хочет быть опозорен в этой дуне перед своими родителями, перед своими близкими, перед Всевышним Аллахом, Субханава Тааллах, все видит. «Но, однако, не позорь меня в судный день!» «Позор в судный день!» Пусть Аллах всех нас защитит от позора в судного дня в несколько степеней. Каждый обманщик раскроется его обман. «Кто-кто занимался показухой, раскроется его показуха. «Каждый человек, его будут к нему относиться то, что он скрывал в своем сердце». Всевышний, Аллах Субханава Таалла сказал, «Еома туб ласт сараэр, в судный день скрыты станет явным». «В все равно, он говорит are you, «Фамя емнеяля митхкала з uncontок хайрэйра»?» «Вамя емнеяля митхкала з composed ин шарэйра»?» «Токто Спилинк сделал благоуа»? Он увидит. «Токто Спилинк сделал благоуа? Он увидит». Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал, и поставят книгу, принесут книгу деяний, и увидишь ты в этот день грешников в страхе, то, что они видят. И скажут, горе нам, наша книга, наших деяний перед нами не упустила ничего маленького и ничего большого. Все это перед нами. И Всевышний Господь, твой Господь, никого не притесняет. Обращаемся к Аллаху, не опозорь меня в судный день. И в этот момент должны чувствовать сердцем то, что тот, кто тебя сможет защитить, опозор единственный. Аллах, Субхану Ва Та'ля. В этот день не поможет ни маль, не поможет ни деньги. В этой жизни можно что-то купить, откупиться деньгами. Не поможут тебе деньги. Не помогут тебе твои сыновья, которые вперед отца идут, чтобы помочь своему отцу в этой дуне. Не помогут они тебе в судный день. Кроме того, кто пришел, пристанет перед Аллахом с чистым сердцем, со здоровым сердцем. Как понять этот аят? Богатство этой жизни приходит двумя путями. Через деньги и через детей. А богатство религии приходит через здоровое, чистое сердце. И самое великое, чем описывается здоровое сердце, это быть чистым от многобожия. Быть, чтобы твое сердце было чистым, далеким от ширка, от многобожия. И Аллах назвал сердце, потому что он постоянно переворачивается. Постоянно поддается каким-то соблазмам. И это сосуд. Сердце это сосуд. Для кого-то он собирает хорошее в этом сосуде, у кого-то там собирается все плохое. И тот, кто Кур'ан читает, он сможет понять это. Всевышний Аллах сказал относительно мамам правоведных, женам пророка. Если вы что-то у них спрашиваете, спрашивайте через занавес. Это лучше, чище для ваших сердец и для их сердец, сказал Всевышний Аллах. Поэтому верующий, он нуждается в чистоте, в здравии своего сердца. И это сифат мухаббаба шара'ан, тахарату л'кальб. Это те сифаты, те вещи, которые от нас требует с вами шариат. Чтобы наши сердца были здоровыми, чтобы сердца наши были чистыми. И так же, что от нас с вами требует шариат для наших сердец, это спокойствие сердец. И есть разногласия среди ученых, что это спокойствие сердец. Некоторые ученые говорят, что это Это когда ты не привязываешь свое сердце к страстям. И второе мнение ученых Спокойствие сердца это тогда, когда Аллах посылает ангела на твое сердце, и этот ангел успокаивает твое сердце. И у них есть далиль, из тадаллуби хадисы бараби не азим, Анна раджулен мин анансар караа сурату л'кальф. Фаадалет хуссахаба. Фа мазал тадну минху хатта нафара хайлю. Фа ламма ассбаха ахбар аннаби салаллаху алейхим салаллаху алейхим салаллаху алейхим салаллаху алейхим салаллаху ассалям. Калала ла, тилка сакина туканат тадну минк. Один из подвижников, когда читал сурату л'кальф. Вдруг его накрыли тучи. Когда он проснулся, рассказал это посланнику Аллаху алейхим салаллаху 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 алейхим саллаху 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 алейхим с выкинуть, выдернуть, чтобы было у него здоровое сердце. Гыль — неприязнь, ненависть к рабам Аллаха. Всевышний Аллах, когда похвалил в Куране праведных людей, сказал те, кто пришли после них, после сахабов, они говорят, мы с вами, имеется в виду, и наших братьев, которые перед нами приняли религию, и не делаем в наших сердцах ненависть по отношению к верующим. Удали ненависть по отношению к верующим. Но несмотря на это, умрют люди, уважаемые братья. Несмотря на это, мы с вами тоже умрем, все, кто здесь идут, все уйдем из этой жизни. Несмотря на все это, у каждого человека останется хотя бы чуть-чуть ненавистью будет по отношению к кому-то. Что-то, какая-то чуть-чуть ненависть кому-то останется, не сможет человек это победить. И эти люди эти люди придут с благими деяниями к Аллаху, эти люди придут с таухидом, с единоможием перед Всевышним Аллахом, но перед тем, как зайдут в рай, остановят их у моста и выдернут, очистят их сердца даже от малого количества ненависти по отношению к рабам Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Коране, мы вытащили, выдернули их сердец, ненависть, и они стали братьями. Братьями по отношению к друг другу. И как приводится от Амиры му'минин Али ибн Аби Талиб, рада Аллаху анху, то, что после битвы верблюдецы, верблюжьей битвы, знаете, сахабы между собой, когда воевали, Али ибн Аби Талиб встал на могилу Талиха и Зубейра и сказал, я прошу Аллах тебя, чтобы был я из числа тех, из числа тех я, и Уснан, и Зубейр, и Талиха, чтобы мы были из числа тех, которых ты сказал, мы выдернули из сердец неприязнь по отношению к друг другу. И что имеется в виду под этой всей хутбой, уважаемые братья? Максуд далека кулля ан юхриджал му'мин мин калбин гиль в мин армрады кулуб казалик ащак в щубхат во щирки, чтобы человек должен стараться очистить свое сердце от ненависти. Также из болезни сердец это сомнение, из болезни сердец это любовь к страстям, из болезни сердец, великая болезнь сердца, это когда человек любит щирк или приближается к щирку. Поэтому я фирруч аль-му'мину мин а щирки и ла тавхид. Верующий должен убегать, не просто уходить, убегать от щирка и ла тавхид, от многобожия к тавхиду, к единобожию. И так же убегать от ненависти по отношению праведным рабам Аллаха, в каком бы виде ты их не застал, как бы ты их не видел. На сегодняшний день очень часто какого-то брата увидели в каком-то ситуации, хотя этот человек сто раз был в такой ситуации и все, у него ненависть по отношению к нему. Ты должен что? Очистить свое сердце и просить дуа. Валя тухзини яума юбайзун яум ла янфа умалу валя банун илля ман ата Аллаха би калбин салим. О, Всевышний, не опозорь меня в день суда, великого суда, когда мы встанем из могил. В этот день не поможет ни деньги, ни дети, поможет только здравое сердце. Акулю ма тасмяун астагфираллаху ли валекум вали сайри му'мининам за Fred's Продолжение следует...